Джеффу Пезосу откажут в звании астронавта. Тесла готова начать выпуск грузовиков Сэмми. Немцы построили электробаги Audi RS QE Tron. Представлен iFly, одноместный витол личного пользования. Напечатанная на 3D принтере роборука прошла первый уровень в Super Mario. Меня зовут Андрей, на эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Досматривайте его до конца, ну а мы начинаем. Федеральное управление гражданской авиации США изменило критерии, согласно которым человек может получить статус астронавта. Согласно новым правилам, глава Amazon Джефф Безос не сможет получить это звание. Только три государственных ведомства США уполномочены присваивать гражданам звание астронавтов. Министерство обороны, Космическое агентство НАСА, а также Федеральное управление гражданской авиации. Первые два ведомства присваивают такие статусы только своим собственным сотрудникам, поэтому чтобы называться астронавтом, господину Безосу необходимо соответствовать критериям, представленным третьей организацией. Согласно первому критерию, астронавт должен быть сотрудником компании, осуществляющей запуск. Следовательно, космические туристы, которые только платят деньги ради полета в космос, сразу лишаются возможности обрести этот статус. Во-вторых, претендент на звание астронавта также должен пройти сертифицированную ведомством подготовку и подняться над поверхностью Земли на высоту более 80 километров. Согласно третьему критерию, он должен во время полета продемонстрировать действия, имеющие важное значение для общественной безопасности или способствовать безопасности при полете человека в космос. И, наконец, астронавт должен быть назначен членом экипажа, выполняя во время полета определенные задачи, а не быть обычным пассажиром. Последний критерий является прямым препятствием для получения Джеффом Безоса звания астронавта, поскольку корабль Blue Origin управлялся Земли. Это подтвердил глава Blue Origin Боб Смит во время пресс-конференции перед запуском. Это полностью автономный корабль, членам экипажа не нужно ничего делать. Что примечательно, в документе также сказано, что особого признания заслуживают лица, продемонстрировавшие выдающийся вклад или оказавшие услуги индустрии коммерческих полетов человека в космос. Этим лицам для получения звания астронавта не обязательно выполнение всех требований. Из этого следует, что звание астронавта может получить 82-летняя Уолли Фанг, которая была одним из пассажиров Blue Origin. А в 60-х годах прошлого века она прошла подготовку в NASA, но так и не попала на орбиту. После многих лет задержек и переносов, Tesla наконец приступает к производству электротягача Semi. На сборочной линии фабрики в Неваде завершаются последние тесты. Хотя на дорогах уже есть несколько электрогрузовиков, ни один из них не способен перевозить сверхтяжелые грузы на дальние расстояния, как обещает Tesla Semi. Грузоподъемность машины составит 36 тонн, запас хода до 1000 километров. Информированный источник заявил журналистам, что поточная линия оси тягача готова, а главная сборочная линия находится на этапе финального устранения дефектов. Это один из последних шагов перед началом производства электрофуры. Компания высказывала намерение использовать Tesla Semi для собственных нужд. Однако есть и ряд заказчиков, которые давно ожидают начала поставок. Например, PepsiCo надеется получить до конца года 15 электрогрузовиков для своей фабрики в Модеста. Компания Audi сообщила о начале тестирования нового спортивного электробаги Audi RS QE Tron, который собирается вывести на боевые этапы ралли-рейда Дакар уже в начале 2022 года. Так как дневная протяженность этапа легендарного ралли может превышать 800 километров, создателям модели пришлось пойти на определенные ухищрения. Модель Audi RS QE Tron может с полным правом считаться электромобилем, так как приводится в движение только электродвигателями. Но так как обеспечить вышеозвученный запас хода от батареи емкостью всего 50 киловатта часов невозможно, инженеры установили увеличитель хода в виде бензинового двигателя, который используется исключительно для подзарядки батарей. В итоге отдельные эксперты будут настаивать на том, что это все-таки гибрид, а не электромобиль. Разработчики облегчили себе задачу, использовав двигатели от существующих спорткаров бренда. Так в роли бензинового генератора для подзарядки батарей выступает бензиновый двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель от болида серии DTM. Электрическая часть построена сразу на трех электродвигателях. Первые два установлены на передней и задней оси соответственно, а третий используется в качестве конвертера между бензиновым двигателем-генератором и батарейным блоком. Суммарная мощность электропривода составляет 500 кВт, это около 680 л.с., а емкость батареи весом 370 кг – порядка 50 кВт-ч. Помимо энергии от генератора, заряд батареи можно пополнять за счет рекуперации во время торможения или спуска. Большинство разработчиков воздушных автомобилей рассчитывают, что их изобретения будут использоваться в качестве аэротакси. Однако стартап NextUS исповедует другую философию – персональный летательный аппарат должен стоять в гараже у каждого. И предлагает концепт одноместного эвитол-аппарата iFly – пластикового кресла внутри легкого корпуса с 8-ю пропеллерами. Он проходит по сверхлегкой категории и не будет требовать сложной сертификации. В конструкции iFly нет ничего особенно примечательного. По факту, это одноместный дрон с двумя расположенными по диагонали карбоновыми штангами, которым крепится четыре сдвоенных пропеллера. Одна штанга проходит под кабиной, другая – над ней. Аппарат не предназначен для быстрых или дальних полетов, учитывая состояние современных аккумуляторов. Наиболее интересна сама идея личного воздушного транспорта. iFly делает ставку на малый размер. Во-первых, он поднимается в воздух не более чем на 2 метра, а на земле обе штанги можно установить параллельно, чтобы аппарат занимал меньше места в гараже. Таким образом, iFly пригодится тем, кто живет через речку от места работы или для развлекательных полетов вокруг дачи, но для остальных он вряд ли будет полезен. Впрочем, простое желание полетать на безопасной высоте тоже нельзя скидывать со счетов, особенно если стартап предложит разумную цену, а пока NextUS привлекает деньги инвесторов и проводит испытания прототипа в масштабе 1 к 3. Американские инженеры применили технологию 3D-печати PolyJet для постройки прототипов роботов из полимерных материалов. Благодаря возможности печати одновременно несколькими фотополимерами, эта технология позволяет создавать сложные конструкции из нескольких полимерных материалов с разными свойствами за один сеанс печати, что уменьшает объемы последующей ручной работы и повышает скорость разработки. Инженеры продемонстрировали возможность использовать напечатанные струйные логические схемы для выполнения заранее запрограммированных действий нескольких актуаторов с помощью только одного управляющего сигнала. Для этого разработчики напечатали роборуку с тремя мягкими пальцами, каждый из которых состоит из трех фаланг и двух суставов, сгибающихся под действием нагнетаемого давления. Разработчики разместили роборуку в держателе над контроллером игровой приставки Nintendo Entertainment System. При этом каждый из трех пальцев оказался над одной из клавиш управления. Далее по заранее написанной программе в реальном времени происходит активация робопальцев, которые нажимают на клавиши геймпада, отвечающие за действия персонажа игры. Движение вправо, быстрый бег и прыжок. В результате управляемый роборукой персонаж игры Super Mario, которую разработчики выбрали для эксперимента, смог успешно добраться до конца первого уровня. Ну а мы с вами успешно добрались до конца этого выпуска. Спасибо большое, что оставались с нами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик, оставлять свои комментарии внизу и подписываться на все наши полезные ресурсы. Ну а я желаю вам отличного настроения, не переключайтесь. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok